Творческая студия «Позитивное мышление и силы позитивной мысли» Татьяна Салмановна Макту Сайфудит. Читаю, сейчас прочитаю отрывок из книги Натальи Боисовны Правдиной «Секреты любви и секса» от Натальи Правдиной. Читает Татьяна Салмановна Макту Сайфудит. 104-я страница «Секс в гармонии с Вселенной». Большинство современных людей занимаются сексом для того, чтобы расслабиться, снять тревогу. Гораздо реже люди делают это ради продолжения рода. И не так уж много таких, кто занимается сексом просто потому, что влюблен. В основном люди связывают секс с потребностями тела. Так принято в нашей культуре. Только на Востоке еще сохранилось знание о том, что у секса есть высшая функция. С его помощью можно достичь единения с космосом. Просто фантастик, правда? Древние говорили, что основа мира – союз между мужским и женским началом. Каждая душа состоит из мужской и женских частей, объединенных в одно существо. Приходя на землю, эти половинки разделяются, чтобы воплотиться в разных телах. Когда в сексе люди достигают духовного экстаза, возникает ощущение, что эти половинки соединились. Это похоже на парение, опьянение, головокружение, полет и восторг. В этот момент люди пребывают в гармонии с Вселенной и ощущают себя ее частью. Давайте еще раз прочитаем эти строки. Волшебные совершенно. Когда в сексе люди достигают духовного экстаза, возникает ощущение, что эти половинки соединились. Это похоже на парение, опьянение, головокружение, полет и восторг. В этот момент люди пребывают в гармонии с Вселенной и ощущают себя ее частью. Вы понимаете, я у себя дома, в моей квартире, на моем балконе. Помимо того, что я читаю, наслаждаюсь книгой Натальи Борисовны Правдиной, изучаю секреты любви и секса, я еще наслаждаюсь природой, погодой, солнцем. Так что вот, буквально за считанные дни распустились, смотрите, деревья, лепестки на деревьях, травка стала зеленая. Я вам покажу. Я думаю, что вы и сами знаете, да? Буквально несколько дней назад это были еще просто почки на деревьях здесь. Да, природа. Так что вот, наслаждаюсь природой. Отдыхаю, совмещаю приятное с полезным. Готовлю себе обед на моей кухне, гранд-ресторанте в моей квартире. Так что вот, а, вы хотите полюбоваться, наверное, видом, каким любуюсь я, здесь шикарный вид. Травка, чистота. Обратите внимание, так работают коммунальные службы, что там, ну, вообще ни одной бумажки, ни одной бутылки, не просто чистота. Это стоит отметить, между прочим. Да, я так считаю. Ну, и, конечно, деревья, зелень. Сейчас я вам покажу. А что не показать? Сейчас я вам покажу. Вид. Там видно долгоозерно, а здесь прям вот такой вот оазис, уголок яблоня. Обратите внимание. Сейчас вы просто вот видите, и сразу здесь вот эта такая шикарная яблоня, на которой потом будут яблочки. Ну, на чем мы остановились? На чем мы остановились? Ох, на этих волшебных строк, волшебные строки из книжки Натальи Правдиной. Я же вам уже рассказывала. Я была у нее на совершенно волшебном, феерическом, фантастическом семинаре. Это было, знаете, выходного дня. Это была такая лекция. Лекция выходного дня в счастливом клубе Натальи Правдиной. И правда, она выглядела красиво, феерично, сказочно, волшебно. Я не преувеличиваю. И то, что она говорила о любви, вообще это была тема любви. Это, наверное, самая лучшая лекция, которую я посетила, знаете, за мои 48 лет. Я думаю, что она такая самая запоминающаяся. Знаете, я ее даже записала на диктофон, но, к сожалению, диктофона этого уже нет. Я бы вам очень советовала. Я, конечно, не знаю, было это очень давно. Вы понимаете, да, 2004 год. Читает ли она эти лекции. Это, наверное, знаете, как там клубный день был. Просто, знаете, такое выступление о любви. Я бы вам рекомендовала бы посетить, узнать. Так что вот. Поэтому считаю, что очень такому пристальному вниманию заслуживает ее книга «Секрет любви и секса». Хорошо, не будем отвлекаться. 104-я страница. Что надо сделать, чтобы войти в это состояние? Может быть, надо в восторг, кстати, может быть... Ну, или вы напомните, конечно, о чем мы здесь вами читали. Или вам повторить. Или вам повторить. Или вы помните. Что же надо сделать, чтобы войти в это состояние? Первый принцип. Вневременность. Оргазм в таком сексе не является ни целью, ни проблемой. Занимайтесь сексом столько, сколько вам хочется. Да. Просто ощущайте то, что происходит в настоящий момент. Это про духовный экстаз. Речь идет о духовном экстазе. Второй принцип. Эта страница у нас 100-105. Ну, конечно, я вам рекомендую. Не то, что я рекомендую. Если вы интересуетесь вообще этими вопросами, вы можете приобрести. Это не то, что я вам как-то рекламирую. Я просто эту книжку купила в магазине «Озон». Я думаю, что она до сих пор продается. Я думаю, что, в принципе, книжку купить, конечно, дешевле, чем посетить семинар. Семинар, в принципе, Наталья Борисовна Правдиной. Просто, если вы не видели ее воочию, как она говорит о любви и сексе, может быть, знаете, все-таки книжка, книга, она и есть книга. Вот, поскольку я видела, я же посетила ее, как там, первый курс. Фэн-шуй и позитивная гармония, как там, позитивное мышление, фэн-шуй и позитивное мышление, она называлась. Ну, в общем, первая, знаете, такая первая ступень по фэн-шуй Натальи Борисовны Правдиной. Так что вот. Ну, конечно, лекция о этой любви мне понравилась намного больше. Ну, не будем отвлекаться. Второй принцип. В странице 105 спонтанность. Разрешите своему телу делать все, что оно хочет. Кошек, зачем они кошку гоняют? Там их кормят кошек, а они вот решили тут гонять кошек. В общем, девочки решили тут поиграть, погонять кошек. В общем, Татьяна Салмановна, давайте не будем отвлекаться, давайте ближе, в общем. Второй принцип. Спонтанность. Зарешите своему телу делать все, что оно хочет. А сами в это время концентрируйтесь на прямом восприятии ощущений. Да. В общем, решить себе в сексе, делать все, что, в общем, телу, что оно хочет, и сконцентрироваться, сконцентрироваться на прямом восприятии ощущений. Дело в том, что, как вы понимаете, я уже отрывочки из разных книг, уже, посмотрите, там, какое количество загрузила и на мои каналы Ютубы. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин на русском, на английском языке, и на моих страницах ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфудин через дефис, и пишите на русском языке. Вот, ну, в таком режиме, что просто вот читаю, понимаете, вот читаю в основном отрывки из книг, это из моей библиотеки. Вот, и, конечно, знаете, вот, думаю, так, этот текст прочитать. Вот, а сейчас я решила, знаешь, что такое немножко другое, такое расслабленное, тем более погода позволяет, природа, погода, лето, понимаете, середина мая, середина мая, вот, выходной, сегодня выходной день, выходные. Поэтому я разрешила, знаете, как говорят, нужно себя все-таки в каком-то не таком расслабленном режиме, вот, знаете, не просто прочитать, прочитать, да, вот как-то, чтобы красиво было, а, ну, и вообще как-то будет воздушно, феовично, сказочно и сладко. Вот, ну, стараюсь, тренируюсь, по крайней мере. Ну, еще и насладиться, насладиться с собой, вот, насладиться книжкой, насладиться информацией, и я решила, что как-то вот, что-то такое, например, вот, прочитала, потом повторю, чтобы оно лучше усвоилось. Так что материал лучше усвоил. я просто изучаю вопрос, изучаю вопрос и снимаю для моей творческой студии позитивного мышления. Так, естественным путем получится сексуальное удовлетворение без потери семени. Ну, давайте еще раз. Потом это вот это, в общем, в общем, это спонтанность. Разрешите своему телу делать все, что оно хочет, а сами в это время концентрируйтесь на прямом восприятии ощущений. Так естественным путем получится сексуальное удовлетворение без потери семени. Именно к этому стремились тантристы и даосы. Этот опыт приблизит вас к блаженству нирваны. Древние китайцы так говорили об этом. Если ты и на десятый, если ты и на десятый раз будешь двигаться, но не будешь терять, ты сможешь говорить с богами. Древние китайцы так говорили об этом. Если ты и на десятый раз будешь двигаться, но не будешь терять, ты сможешь говорить с богами. В общем, так даже не тренироваться. Я думаю, что там они в этом, в монастырях, они вообще не тренируются вообще вот в этом. Как там? Чтобы ничего не перепутать, в общем, как-то вот так. Смотрите, а в общем, да, говорить с богами, как интересно написано. Ну, вы, наверное, понимаете, да? Татьяна Салмановна это не просто заснимает. Татьяна Салмановна заснимает и читает эти книжки и загружает на каналы свои ютубы в защиту своей чести и достоинства. Вы, наверное, понимаете, да? Для приморского суда Санкт-Петербурга, чтобы отстоять мою честь и мое достоинство. Вы там смотрите мои видео. Там уже около больше 6 тысяч видео. На одном канале 3 тысячи видео, на другом канале 3 тысячи видео. Так что вот. Татьяна Салмановна Мактум Саид-Пудин была Александрова Татьяна Юрьевна и автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Свою книжку я тоже хочу, наверное, будет главой своей книжки прочитать. Так что вот. Ну вот так. Ладно, что третий принцип. Переходим к третьему принципу. Отсутствие мыслей. Не думайте ни о своих проблемах, ни о том, как оценят ваши сексуальные способности. Пусть посторонние мысли свободно проходят незамеченным вами и выходят из вашей головы. Только ощущайте, ощущайте. Ну да. Только ощущайте, ощущайте. Вы, наверное, видели, какое феерическое видео. Я пересмотрела его три раза. Наталья Борисовна Правдина. Но сказать, что я ей как-то завидую, ей надо было позавидовать. Я с восхищением. Я же вам уже рассказала про этот семинар 2004 года. Я просто феически с восхищением на нее, на ее костюм, как она все это говорила, вообще эта информация. Я просто с необыкновенным восхищением и восторгом к ней, в общем, и относилась, и отношусь. А после того, как она вчера, она видела, она сказала, что вчера был самый лучший день, самый лучший день в этом году, в этом году. Самый лучший день. Как он там назывался? Три, как она там? Ну, вот там, посмотрите, я же там тоже загрузила с этого канала, с канала Ютуба. Я три раза пересмотрела. Как она сказала, что вот, в шикарном отеле в Турции две недели, узнаете. Ну, я не постала смотреть. Я и верю, что это дорогой отель. Я за нее только порадовалась. Я подумала, это просто стоит слушать ее видео, покупать ее книги, учиться у нее, потому что она и правда знает секреты. Раз она, как и Джон Кеха, который смог в президентский люкс въехать на месяц не думать вообще о деньгах. А Наталья Борисовна Правдина в шикарном отеле в Турции уже две недели, и, как говорится, может себе и позволить туда поехать. Вообще она очень, как говорится, дипломированный мастер фуншуй. Я так про себя говорю, что в общем богатая, я так понимаю, женщина. Так что с таким большим восхищением и вообще, и шикарно, как она выглядит. Вы обратите внимание, как она шикарно выглядит на этом видео. Как она с позитивом, с улыбкой. Просто манка и сладка. Так что вот. Говорит о том, что у нее в ближайшие дни, вот 16-го день рождения, что она покупает себе золотые украшения. Так что вот. Про свою виллу в Турции, как она рассказывала, что те, кто посетят ее семинар в Турции, она даже будет приглашать, делать такие, в общем там, пригласить на свою виллу, покажет. Ну йогу. Вы не смотрели там это йогу с Натальей Правдиной? Она сказала, что это вот в ее доме, мы ее видели в Турции. Совершенно шикарно, богато, феерично. А как нам, на кого же нам равняться? Я так понимаю, на тех людей, которые добились успеха. Так что вот. Так что, сидя на моем балконе, я здесь 30 лет, я здесь прописано 30 лет, 24 года постоянно проживаю. сидя на этом балконе, на эксклюзивном, правда, стуле из Америки, который еще привезла, на эксклюзивном стуле, я думаю, конечно, нужно учиться, срочно как-то учиться, применять знания, читать, в общем, книги, в общем, опять, и Джозефа Мерфи, и Натали Правдиной, учиться у Энтони Роббинса. Потому что мечта, у меня тоже мечта, по миру ездить, тоже преподавать, позитивное мышление, покупать шикарные дома, виллы, понимаете, жить в президентских апартаментах, быть богатейшей, супербогатой, леди. Ох, вертолет, мы вас любим, вертолет. Обратите внимание, земля, вот, вертолет. Нет, просто я бы хотела сказать, вряд ли бы я здесь сидела на этом балконе, читала бы эту книжку, я лучше бы поехала бы в замгород, куда-нибудь, знаете, вот это вот, на какую-нибудь, знаете, свое там шале, шале в Париже, или шале где-нибудь в пригороде Санкт-Петербурга, вы понимаете, да, на речном Хаммере, прогулялась бы, знаете, по паркам пригородов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, поехала бы в свой шикарный загородный дом, вылетела бы на своем частном самолете, в свое шале в Париже, на Лазурный берег, а еще лучше в Монако, а еще лучше вообще путешествовать, посетила бы Арабские Эмираты, или на частном самолете, или этим First Business, First Business Class, да, вы что думаете, я бы здесь встала на этом балконе, вы понимаете, я бы этот балкон уже давно застеклила, вот соседи, соседи, как говорится, обновили, обновили, как говорится, да, у них застеклен был давно, а то они сделали, уже обновили, покрасили, И, ну, знаете, как-то все-таки, чтобы это было более чисто, красиво, ну, к лету, красочкой покрасить. Мне тоже нужно застеклять мой балкон. Мне тоже, знаете, балкон нужно застеклить, конечно, сделать, в общем, чтобы это было феерично красиво. Ну, о чем мы остановились. Ну, а в странице 105 такой секс никогда не бывает скучным, потому что это постоянное творчество. В нем вы осознаете не только и не столько физическое возбуждение. Вы ощущаете не только единение с любимым, но и свое единство с космосом. Вы чувствуете, как соединяются мужская и женская половинки, и ощущаете себя новым космическим существом. Это так прекрасно, что невозможно описать словами. Если честно, я вот взяла книжку и думаю, сейчас я прочитаю главу, несколько страниц, или главу из этой книги, и открыла именно на этой странице. И подумала, секс, гармония, стилен, это вообще просто великолепно. А то, что я вообще читаю, я читаю, я эту книжку просматривала, я всю ее не читала еще. Так что я читаю это как бы и для себя в первую очередь. Так что вот, молодежь интересуется, там эти кошки, котики, котята, молодежь интересуется котятами. Молодежь интересуется котятами. Я хочу сказать, открыла эту книжку, вот просто открыла на этой странице и думаю, я это прочитаю. Я это прочитаю, вот, это что все эти люди ходят кормить этих котят, там эти кошечки с котятами, ну здесь кошечки живут и котята, вы поняли, да? Вот опять еще женщина пошла, я так понимаю, что они, наверное, вообще какие хорошие люди, вообще какая благодарность, честно говоря, людям. Я уже, я смотрю, днем смотрела и вот недавно смотрела, что люди там, одна женщина убралась, там все прибрала, чтобы там все чисто было. Сейчас тоже женщина пошла, я не вижу, что наверняка она потом, она не просто пошла, она пошла кормить. Я думаю, какие хорошие люди, ну это просто кошечки здесь, кошечки, котята живут, ну вот, я думаю, какие хорошие люди, кто кормит? Ну, кошечек, которые просто здесь живут, котята, они кормят, я так понимаю. Вот. А что я хотела сказать, а, по поводу волшебных строк, то есть у Натальи Борисовны Правдиной не просто написано, а если вы видели эти видео, да, о любви и сексе, вот еще одна женщина пошла. Ну просто, просто, как говорит, большая благодарность вообще, честно говоря. Я тоже, у меня тоже купила в сухой корм, когда входила в магазин, тоже их котам покормила, тоже котят покормила. И люди тоже, как хорошо, когда есть добрые, хорошие люди, которые интересуются, все кормят, ну, этих бездомных, эти кошки, там, ну, эти кошки, котята бездомные, как хорошо. Я просто, о чем хочу сказать, я просто хочу сказать, а, об этом, о видео, да, о любви и сексе, каким языком, поэтически вообще об этом сексе, о любви, просто, знаете, вот, как там, вот, ласкает слух, я бы сказала. Вот, так вот, просто вот ласкает слух, и здесь тоже, понимаете, вот, вот, прочитала, и хочется еще раз прочитать, хочется вообще наизусть, наверное, как-то это заучить, потому что не просто написано, а написано так феерически сладко, манко, и вообще ласкает, знаете, просто вот наслаждаешься, я вот просто наслаждаюсь. Вот, поэтому прочитаем еще раз. Ну, я немножко тут отвлекаю, знаете, вот, ну, я наслаждаюсь, вы поняли, да, вот, деревьями, людьми, которые очень добрые, кормят кошечек, и, в общем, на самом деле, поэтому здесь у меня видео какое. Я наслаждаюсь собой, природой, погодой, жизнью, летом, шикарно, погода, я так понимаю, сейчас в Петербурге 20 градусов, 21-20 градусов, погода совершенно шикарно, сейчас у нас выходной, уже только это вечер, совершенно шикарно, поэтому у меня нет такой задачи, знаете, вот это вот, это все, это быстренько вам прочитать, полкнижки, там, еще что-то, а, я, знаете, вот, наслаждаюсь и заснимаю себя в таком режиме. Так что вот. Нет, вроде как-то женщина не совсем пришла кормить кошек, она нам разговаривает. по телефону, а другая женщина была чем-то таким не очень довольна, поэтому я такая, я так просто прислушиваюсь, о чем она там, они там вот разговаривали, я так поняла, что она подошла кормить этих кошек. Ну хорошо, давайте еще раз, еще раз. На странице 105, ох, такой секс никогда не бывает скучным, потому что это постоянное творчество. В нем вы осознаете не только и не столько физическое возбуждение, вы ощущаете не только единение с любимым, но и свое единство с космосом. Вы чувствуете, как соединяются мужская и женские половинки и ощущаете себя новым космическим существом. Это так прекрасно, что невозможно описать словами. Ну хорошо, придется посмотреть, что там женщина собирается с котами или кошками сделать, надо из кухни туда будет смотреть, да? Просто я хочу посмотреть, вы подождете, или вы со мной сходите, или вы там, короче, побудете здесь. Вы как хотите. Ну что, пойдемте, пойдемте там с моим гранд-пристранцем, заодно посмотрим, как у меня там, немножко здесь темновато, ну да, темновато. Ну что, здесь я убавлю, здесь у меня все шикарно. Ну что, куда тут эта женщина пошла, давайте тут это посмотрим. Да нет, я не видела, она, наверное, вообще куда-то ушла. Ну видите, здесь-то, вот я вам, обратите внимание, вот эти домики специальные люди сделали для кошечек, домики специальные сделали и под навесами, обратите внимание, около электрической будки, там живут кошечки, кошки, коты и котята. Ну что, та женщина вот эта вроде как прям возмущалась немножко, даже особо и не поняла. Ну ладно, думаю, посмотрю, схожу тут это, посмотрю, посмотрю, что обед у меня варится, обед варится. Варится у меня перловочка, перловочка, уже почистила я свеклу, варю себе борщ, варю себе борщ. Продолжение следует...